Я же говорю, это просто форт Бояр такой кировский. А сейчас падает снег. Вот уже которую неделю сотрудникам одной из компаний и их клиентам приходится, как в известной игре, проходить физические испытания. Одним, чтобы добраться до работы, а другим, чтобы получить нужную услугу. И всему виной коммунальщики, которые поменяли трубы теплоснабжения, но засыпать яму не спешат. Ну вот у нас две недели как перерыли, так и все. То есть они приезжают в день, иногда вообще могут не приехать, иногда приедут, час-два поработают, что-то сделают, уедут снова. Когда будут закапывать, неизвестно, никакой информации не предоставляют. От этого страдает и репутация компаний, и, конечно, клиенты, которые на свой страх и риск пытаются преодолеть эти ямы. Ну, во-первых, мы не можем принять крупногабаритный груз, да, у нас здесь сервисный центр, соответственно, крупное оборудование вообще не можем. Просто пока люди вам звонят, мы говорим, что извините, подождите. Итак, чтобы вы понимали, насколько длинная эта яма, сейчас попытаюсь измерить ее длину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, тридцать семь метров. Вот это да! Ну как ямка вам? Ничего хорошего. Смотрите, какая длинная. Ну вот, дети, гуляйте, любуйтесь. И все эти детские. Денис не раз пытался дозвониться до Кировской теплоснабжающей компании, но все безуспешно. Мы обращаемся к рабочим, они говорят, мы ремонтники, а отвечают за все остальное отдел по благоустройству. До отдела по благоустройству дозвониться невозможно. Телефон в диспетчерской службе, который мне предоставляет по отделу благоустройства, там трубки не берут, просто не берут. Если вы взяли за какой-то объект, доведите до конца, до ума его. Мы не просим многого. Завалите нам эту яму и хотя бы сделайте какой-то, чтобы людям можно было пройти и проехать. В отдел благоустройства мы дозваниваться не стали, а позвонили напрямую в пресс-службу КТК. И вот что нам ответили. Сегодня, завтра будет проводиться засыпка грунтом, засыпка щебнем. Позже будет асфальтировано с помощью литого асфальта и весной уже будет постоянный асфальт уложен. Надеемся, что страдания Дениса, его сотрудников и посетителей их компаний наконец-таки в ближайшие дни закончатся. Оксана Стяшкина специально для программы «Вятка Тудей».